Выборы мэров. Много регионов, где происходят выборы губернаторов. Пожалуйста, контакты у меня. Тут была девушка, она стояла. Вот именно из гражданина наблюдателя. Большой каретный переулок. Дом 20, строение 3. Подъезд 4. Приходите в любое время. Ну, предварительно, конечно, созванивайтесь, потому что приходится ждать. Все, спасибо. Теперь Павел. Так, у нас осталось 5 минут, поэтому вопросы из повестки частично я переношу на завтра. Домашнее задание. До завтра подумать о том, в какой форме мы будем проводить дебаты в субботу. Предложение зачитаем завтра. Подумать по технике. Три вопроса. Как мы принимаем решения на ассамблее? И есть ли механизм отзыва этих решений? То есть, Изабель пришла и сказала, вы вчера вот без меня решили, а есть такие-то как бы аспекты. То есть, консенсус означает, что мы не сегодня должны принять эффективное решение, а вообще придумать эффективное решение. Соответственно, есть ли механизм отзыва решений? И потом, да, решение принято, но у нас нет ответственных, которые делают эти решения. И значит, есть три проблемы. Отзыв решения. Что такое кворум вообще? Почему? Что это значит? 50 человек пришли, а что это за люди? Значит, кворум, отзыв решений и ответственность за их исполнение. Этот вопрос я хотел сегодня обсудить. Мы не успеваем. Подумайте о нем до завтра. И до субботы все, пожалуйста, подумайте о том, зачем они приходят сюда, что для них такое ассамблея, что для них такое окупай, как мы себя позиционируем. До субботы. И в субботу будем это обсуждать. Приходите готовыми. Подумайте над этими вопросами. Мы не подумаем еще над одним вопросом. Каким? Почему мы все в мире и чего не успеваем? Да, вот именно. Да. Вот именно. Да просто. Можно еще по существу мне подумать. Маленький. Сейчас. Да, 4 минуты. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, кто хочет участвовать в каких-то инициативах, подходите ко мне. По существу вопрос. Мне кажется, нам нужно подумать, какие листовки мы будем делать в рамках группы агитационной, информационной листовки, на какие законы, о каких законах мы будем информировать население. Я вот предложил бы 94 ФЗ, да. В общем, вот это как бы, это должна инициатива исходить не из агит-группы, а от всех нас. То есть, на какую тему мы будем информировать население. Если у кого-то есть предложение по части выпуска истовок остального, пожалуйста, можете подходить ко мне, я здесь бываю каждый день, может быть Глебуна приемка, когда он здесь бывает, предлагайте, говорите, мы это напишем в агитационную группу и сделаем листовку. Вот вчера Кирилл взял предложение в агитационную группу, кто-нибудь запостил? Я его не слышал. Поэтому, если сегодня Кирилл его может повторить, все равно. Приложение о том, как укупать себя. Листовка окупает селф. Что ты можешь делать для преобразования всю жизнь в пространство? С СЖ, профсоюз и так далее. Ну ты понял, да? Вот я это говорю. Ну, такое классное. Это листовка. Давайте не больше. Теория малых дел преобразования. Для чего ре малых дел? Если у вас есть предложение по инициативе. Просто мануал. Кирилл. Подходите к Изабель. Если у вас есть представление о каких-то конкретных действиях, акциях, точечных, я создам группу, мы будем там это обсуждать. Она будет называться Assembly.Actions. И еще я сделал группу. Не спрашивайте, зачем я их создаю. Это важно. Потому что все группы распределены по конкретным, очень специфическим функциям. Чтобы не было там общих групп, чтобы не приходил Антон Пейф и не выкладывал свои молнии. Эти группы концентрируются на очень сугубо специфических задачах. И одна из них называется Assembly News. Очень нужна помощь мне и протоколисту, и модераторам, не только мне. Assembly News. Что нужно? Значит, сейчас записалась ассамблея. Нужно разбить ее на фрагменты. Каждый слушает, протоколирует. Это сводится в один общий текст. Смотрите, мы решили проблему с введением протокола. По крайней мере, появился еще один человек, помощник Ира, который, надеюсь, мне будет помогать. Нужен человек, который готов делать выжимку, короткую совсем, на одну страницу. Что обсуждали, что решили, что постановили. Это очень важно. Скорее, здесь еще важный момент. Это на самом деле то, что мы можем пустить в качестве новостей. Что люди могут узнавать о рабочей ассамблее каждый день. Это как бы ее такие непосредственные результаты. Не внутренняя работа, а результаты. Если кто-то хочет с этим помогать, то, пожалуйста, подойдите после этого. Это действительно очень важно. И всем нам будет от этого только лучше. Напишите мне, Валерия, вступите в ассамблее ньюс. Эти выжимки будут публиковаться на странице facebook.com Moscow Assembly. Они должны делаться каждый день. Это очень важно. Если у вас нет времени прочитать весь протокол, нужно прочитать эту выжимку. И там нужно не только что обсуждали, что решили, а еще какие проблемы насущные, назрели, как они были сформулированы. И как мы будем дальше над ними думать. Мы здесь не только решаем что-то. Мы выявляем проблемы и думаем над них потом. Это очень важно сводить в некоторый текст. Очень нужны люди. Кто сейчас готов? Есть здесь? Можно фонарик в мини-глаз? Есть? Подойдите, пожалуйста. Вот вверх... Нина уже записалась. Подойдите после окончания. Или запомните assembly.news в группах. Она уже есть, но она еще не работает. Хорошо. И давайте будем уже заканчивать. И я немножко отвечу, почему мы всегда не успеваем. Но я вот посмотрел. Мы сегодня позже начали. Надо вовремя приходить. Это раз. И давайте прекратим перебивать друг друга. Это два. Тогда мы будем все успевать. Ну и спасибо большое за то, что вы все сегодня собрались. Давайте вовремя приходить и уважать мнение каждого. Давайте просто наблюдать регламент времени выступления. Реально. Там две-три минуты. Регламентом, все. Вообще всего. Ассамблея окончена на сегодня. Идут колуарные беседы. Сейчас, кто хочет сейчас в админициативах, подходите ко мне. Я вам все упорно сделаю. Кто хочет делать, что я ездил ко мне. А я сейчас поеду на цветной и слушаю стихи. Давайте.